всем привет сегодня я снимаю долгожданное видео скажем так о правильной механике на крит парирование у ворот и прочность к сожалению у меня была проблема так как старое видео которое я выложил оно было основано на старых данных моих тестах и как мне сказали то есть по посток я сделал видео и выложил но и мне начали писать о том что механика работает не так данном виде и ребята знакомые которые да с которыми я давно общаюсь которыми немного тестировали и знакомы скажем так по игре гринд и женя муха вот они начали писать не то что механика была переработана недавно ну как недавно относительно в начале лета было обновление и были добавлены фиксы и соответственно по вот именно вот этим данным статам они начали работать немножко по-другому так как работала механика так как я ее описал она до сих пор работает в оффлайн боях то есть это та же арена тоже те же шахты как я понимаю то есть там все же еще осталось немножко вот по старой схеме что сейчас в новом именно по новой схеме как она работает то есть сам эффект остается прежним но шансы срабатывания и коэффициенты срабатывания немножко переработаны как это все выглядит на данный момент я посмотрел данные которые дали мне ребята я вчера и сегодня тестировал два дня дополнительно на вот на этих персонажах на на люцифере и надели да вот на вот этом вот и вот этому пусть нас немного там будут погрешности в сторону того что они помощи неравны и там музыкальное оружие разное и она немножко дает и если брать с расчета парирования тестов то там у люцифера я забыл и тестили вместе на одине а один дает дополнительно 30 процентов парирования там не 30 но вот в описаниях то есть если взять даже вот у меня один да и миневра одинаково то есть здесь на 60 звездах дается вот парирование плюс 30 процентов вот поэтому немножко тесты могут быть непрямые идеальными один в один процент но тем не менее чем мы добились как работает крит чтобы вы считать будет ли крит у вас проходить по противостоянию или нет берется расчет суммарного вашего крита и берется расчет прочности слоя противника то есть прочность того героя в которого вы наносите удар то есть если у него все живы то есть это прочто секция если экзо умерла то есть эта прочность эндо если ендо умерла это основа вот соотношение должно быть крита сумма крита получается должна быть на 25 процентов больше чем прочность слоя то есть если сумма крита на 25 процентов больше чем слоя прочность слоя то вы уже начинаете критовать не всегда но иногда уже проскакивают при 28 это чаще и уже при 32 типа сверх процентов то есть вы уже критуете стабильно вот опять же это могут быть небольшие погрешности с учетом музыкального оружия вашего против и противника то есть условия берутся идеально то есть абсолютно два одинаковых персонажа с одинаковой мощностью скажем так одинаковой музыкальным оружием вот и по типу то есть вот идеальные условия вот нужно например если вы по экзо ультите противника и у него в экзо 100 тысяч прочности для того чтобы критануть в это экзо вам нужно 130 тысяч суммарного крита 130 132 ну там плюс-минус вот уже начинает критовать чем больше конечно тем лучше немножко по-другому работает эта схема на салфах но там куча и нюансов есть и невозможно сейчас точно сказать как там немножко шанс по-другому то есть по экзо по эндо и при фуловым вашими герои то есть идет расчет сумма вашего крита на слой прочки противника опять же то есть прочка противника если на 30 процентов прочка ниже нежели сумма вашего крита то есть вы уже будете критовать что смотрим дальше как работает парирование и у ворот значит парирование у ворот работает немножко по другой схеме то есть берется парирование или у ворот ну давайте возрастом они работают то есть коэффициент одинаковый абсолютно то есть механика что парирование что у ворота срабатывание одна и та же будем рассматривать на примере парирования то есть берется парирование слоя противника то есть если например мы бьем там противником в экзо то есть берется парирование его конкретно в экзо и берется суммарная моя прочка то есть если я бью кого-то да то есть Берется моя суммарная прочка и парирование противника именно в слое. То есть, если я бью по экзу, это слой экзо. Если по энду, это энда. Если основа, это основа, соответственно. Вот. И получается... Ну, опять-таки, там же есть еще нюансы на музыкальное оружие, которое переносит часть статов с одного героя на основу. То есть, ну, там свои нюансы. Вот. Значит, при моих тестах мы тестировали изначально на 39 тысяч парирования и было 240 тысяч прочности. Значит, мы занижали прочность в основе. Изначально было парирование, то есть, мы сначала играли с прочностью, но ничего не помогло. То есть, все равно парирование было, и мы начали занижать парирование в основе. В основе занизили парирование, результат не изменился, то есть, парирование все равно было. Дальше мы начали занижать парирование в экзо. В основе вернули, парирование в экзо начали уменьшать. И при 33 тысячах парирования начали проходить обычные удары. То есть, на 240 тысяч прочности. начали проходить обычные удары и при 31 тысячи парирования они уже были именно вот стабильны соответственно учитывая ну то есть наши тесты было примерно 8 раз прочки сумма прочки должна быть 8 раз больше чтобы стабильно проходили криты при сумме прочки 7 с половиной 7 иногда проскакивали криты вот соответственно там очень большая разница в музыкальном оружии соответственно коэффициент нужно немножко занижать то есть я наткнулся еще дополнительно на американские источники и там они пишут что парирование уже не работает если сумма прочки моей в 6 раз больше чем парирование противник то есть коэффициент 1 к 6 то есть если сумма прочки меньше 6 то уже начинается парирование противника то есть ну при 6 это уже противник парировать спокойно если у меня там всем раз прочка больше то есть уже не парируется то тоже самое и с воротом ровно такая же механика ровно также работает вот но опять же я повторюсь я не советовал бы качать у ворот я бы всем советовал качать только парирование и максимально разгонять этот стат я еще дополнительно сниму видео где я покажу полностью работу парирование ворота так как не кто-то рассказывал что ворот работает против магических скилов еще что-то нет это все чушь до сих пор я так и уверен я дополнительно сниму отдельное видео со всеми скиллами противников ну как со всеми доступными там без скилов трансформы то есть обычные скиллы которые есть с ними со всеми как они взаимодействуют с воротом и также как они взаимодействуют с парированием то есть вот чтобы все прекрасно увидели но это будет немножко позже так как немножко 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 я опять-таки занят и времени не хватает на все вот значит еще раз подрезюмируем значит чтобы проходил крит нужно чтобы сумма крита была на 25-30 процентов выше нежели слой прочки противника и чтобы парировать нужно чтобы слой парирования был на 6 раз ну то есть чтобы не парировал противник нужно чтобы сумма прочки ваши было больше в семь раз чем слой парирования противника но это опять-таки это с учетом множества разных и нюансов это то что например один стоял он добавлял процент то есть это в идеале в идеале нужно всем да вот в семь раз здесь он действительно идеальные условия если вас курс сумма прочки в семь раз больше сто процентов вы уже не будете парированы то есть вот так вот чем парирование стоит противник вот примерно все рассказал извините за не точные данные предыдущем виде видео я думаю что я все же не сильно налажала исправился быстренько действительно тесты были но они немножко уже устарели поэтому тесты все будут проводить заново и на все остальные видео я думаю что мы будем буду более обновленно подходить к ситуации всем спасибо всем пока пишите комментарии